Сейчас вы услышите речь больного с изофренией, у которого наблюдается расстройство сознания и реальной больницы. Все предстает придано как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха, отсюда появляется плоскостность и потеря объемности. Поэтому все видимое производит впечатление фотографичности. Кроме того, наблюдается явление того, что все видимое доходится как бы в темноте. Я слушаю суши как бы во мраке. Звуки, которые доходят для меня, доходят издалека. Действительность, которая в сутки, как-то концов, раздражает меня. Как-то я на мраке, отстает передо мной как бы немножко издалека. То есть она как бы видится в мираже. Она нереальная. Главное то, что именно я ушел от самого себя, ушел от внешнего мира. И оставаясь человеком еще способным что-то осмысливать, я вижу действительность, когда отдаленное, ушедшее от меня, мое я, настолько до конца стерло, что появилось какое-то вторичное ощущение моего я. То есть появилось одновременно отсутствие моего я настоящего и появление какого-то чужого я. Я не чувствую, но особенное восприятие, когда я смотрю за предметом, то глаз у вас как бы облегает. Он хватает существенное сердце, это предмет. Почему человеком выпадает конкретные особенности. Особенность теперь, у меня постоянно нет присутствия, и я, понимаете, появляется такая пустота в мире. То есть нет радости, ощущения жуткие, то есть нет радости вообще в мире. Понимаете, то есть я конкретно вступаю в свое нормальное историческое существование. То есть это достигло такого качественного предела, когда уже произошел какой-то переворот, переворот внутри качества, который заставил появиться вот эту милую, чужую я. Спасибо. 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 Спасибо.